Друзья, всем привет! Привет! Вы на канале Волки и Лиса на связи. Друзья, мы продолжаем находиться на территории Лавры. И сейчас мы вам предлагаем вместе с нами сходить в музей, который тут же находится на территории Лавры. Мы уже купили два билетика. Цена такого билета, друзья, вы просто не поверите, стоит 16 гривен. Пойдемте вместе с нами, погрузимся в историю Лавры. Вперед! Пойдем. Мы же когда-то были дикое поле. И у нас жили кочевые плема. Тут скифов, сарматов, половцев, хазарский каганат у нас здесь был. Так что это те предметы, которые у нас нашли тут на территории и в окрестностях Святой Божьей. Да, тут у нас коллекция нательных крестов. И много названий, смотрите, кресты-анкалпионы. Две половинки одного креста, он как блокнотик, закрывался на замочек, и вовнутрь укладывалась какая-то святынка. Или частичка мощей святого, или частичка от его гроба. Как сейчас подписывают крест-мощенник. А рядышком, вот смотрите, с крючком византийский крест. Это не нательный. Вот такими раньше крестами дома освещали. Их за крючок подвешивали или на стене, или на столбе дома. А эти, которые закрываются, это нательные, да? Это все нательные. А, все нательные. Да, кроме вот этого одного, византийского креста. Лампадки, смотрите, какие были. Олавянно-Грозовые. 9-11 век. Какая такая лампадочка. Да, Евангелие. Это львовская московская типография. Книги 17 века. Разница в 4 года. Церковно-славянский язык. Вот на котором службочка в храме идет. А денежки, смотрите, какие были. Копеечки времен Михаила Федоровича Равана. Серебряные полушки. Нагаты. У вас такой голос приятный. Спасибо. Если я не ошибаюсь, там вес этой монетки 0,16 всего лишь. Вот эти, как чешуйки, да? Да. Да, а вот смотрите, карта монастыря 1679 года. Смотрите, какая скала у нас была раньше. Вот где вы в пещерах были. У нас высота комплекса всего пещерного была когда-то 50 метров. Сейчас от скалы в среднем осталось 33. Скала разрушалась, но это как предположение. Возможно, были землетрясения. Но вот последний обвал у нас был в начале 20 века. Но представьте, общая площадь наших пещер сейчас 2,5 километра. Это половина того, что осталось после разрушения. Но вообще наши пещерки, они считают это самым небольшим. У нас ход один, вы вверх поднимались, вы шли почти километр 900 метров. Ну, ширину вы заметили, она там не шире метра. Температуру ощутили. Она там постоянная, плюс 8-10 градусов. Так что жить там не очень комфортно было. Ну, тут у нас, можно сказать, экологически чистый продукт, то, что нашли при раскопках. Это на территории, это рядышком Славянске. А это что, какие-то игрушки детские, да? Да. Цвисточки, наверное, да? Да, цвисточки. Из рассыпечной. Из чего они выполнены? Клини. Вы были наверху в скиту деревянном? Да. Вам замочек показывали старинный, там, 17 века? А, ну, открывали большим ключом, да? Да, да. Смотрите, у нас комплект 17 века такой же, только больше размером. Он у нас тоже рабочий. Тоже рабочий? Да. Замок 17 века. Вот это цивилизация была. Это как нам сейчас китайские замки предлагают. Это маленький делал. Это нам всегда, да. Апостол. Ну, это, можно сказать, у нас книга уникальная. Он был отпечатан на печатных досках времен Ивана Федорова. Смотрите, какие товарные пломбы. Пятки, смотрите, вот этот потемней, передо Екатерины Второй, его называли шайба. Вес этой монетки 51,2 грамма. В общем, за эту шайбу при Екатерине можно было купить целый телегус с сеном. А через 100 лет в Устином стоил 5 рублей. Тоже инфляция была. Он же был здесь в монастыре. Как изделия раньше подписывали. Работа Герасима, сына Федотова. А рядышком Крест Мощей, Граду Безбородько, 1787 года. Это все ручная работа, да? Да. Все ручная работа. Интернета не было. Не было чем заниматься. Ремесленников было много. Занимались культурной работой вот такой. Крест Мощей. Вот смотрите, архиерейская панагия. Она сделана из фарфора в серебряной оправе. Да, вот это большая. Ремесленная иконочка. Четкий митрополита Платона Левшина. Его в свое время называли русским пиатоустом. Екатерина II, когда услышала его проповедь, она пригласила его, чтобы он занимался с ее сыном Павлом. Так вот, как она о нем отзывалась? Отец Платон, что он с нами делает? Хочет, чтобы мы радовались? Мы радуемся. Хочет, чтобы мы плакали? Мы плачем. Да, а эта библия у нас еще из монастырской библиотеки. Вот, кстати, она рукописная. 1763 год. Рукописная? Да. А библиотека когда-то в монастыре была. 1600 экземпляров книг разного духовного содержания. И то писали, что это была бедненькая библиотека. У нас сейчас в музее всего лишь несколько из монастырской библиотеки. Ну так здесь прям так идеально написано? Да. Ровненько, ровненько. Вы, как будто... Я хочу вам покажу пару рукописей таких. Просто немножко. Это «Лестница». А это, можно сказать, книга, как «Духовная лестница», «Духовный путь восхождения к Богу». Ну то есть это от начала до «Духовного путь»? Нет, нет. Вот допустим, глава там о смирении, о послушивании, о монашестве. Вот в этой книжке, вот в главе о монашестве пишут причины ухода человека в монастырь. Есть три причины. По любви к Богу, ради Царствия Небесного и сознания своей греховности. Если у вас нет ни одной из этих причин, то ваш уход из мира был безрассудный. Да, ну иди ровнешко, смотрите. Это макет 19-го, начало 20-го века. И тут у нас еще, смотрите, особенность такая есть. Подсветка почти за две минуты, сутки проходит. Утро, день, вечер, ночь. Вот такое 3D сделали. А сейчас у нас вечер, нет? Нет, сейчас у нас день. А, сейчас мы уже все спать пошли. А сейчас там рассвет будет. Давайте, ребят, посмотрим. А, вот видишь, светает. Да, загорелись огни, огни тухнут. Светает, солнышко восходит. И посмотри. Небо становится светом. И вот солнышко все больше и больше вверх подрывается. Потрясающе. Вот на входе перед нами вы проходили длинный корпус трехэтажный. Вот с восточной стороны был построен гостиничный двор. Но это был действительно комплекс. Вот корпуса по периметру, верхний трехэтажный. Тоже продолжение гостиного двора. Его уже последним строили. Так вот представьте, помимо гостиницы, там была чайная, которая одновременно вмещала 200 душ паломников. Трапезная. Амбар для вещей для паломников. Там даже заправка была. Амбар для сена и овса. Для паломников проезжающих и приезжающих на лошадках. И даже была небольшая женская больница. И на все время болезни содержание было за счет монастыря. Именно женская была? Именно женская была, да. Потому что мужская была наверху. Вот недалеко от скита Всесвятского деревянного. Там когда-то был большой больничный хутор. И там была братская больница. А это макет какого года? Современная или нет? Нет. Это начало 20 века. Это 100 лет назад вот так было. Смотрите. Возле верхней гостиницы, вот по левую сторону, под огору, небольшая церковь, подземная рядышком кладбище. Вы ходили туда? Да, ходили. Да. Ну, я не знаю, говорили вам или нет. Когда-то от этой церкви был подземный ход. Он шел оттуда, вот туда вот к пещерам, куда вы захотели. Ух ты. Да, ну когда строили Успенский собор, где одна отстаньки, ход был завален. Ну и там еще рядышком, видите, возле церкви было кладбище. Для благодетелей монастыря. И там хоронили монастырских духовников. Мы увидели, там практически ничего не осталось. Туда в 70-е загнали бультузер, мы просто это все загнали. Ну а потом, когда был санаторий, там была метеостанция санаторская. А в самой церкви овощехранилище было. А потом, смотрите, вот за гостиницей башни, вот это наше здание. Мы его отстраивали после войны в 50-е годы, так что оно немножко, конечно, не соответствует тому, как на макете действительности. С куполом. Это трапезный храм Рождества Богородицы. А он был построен из кирпичиков древнего разобранного Успенского собора. Ну, смотрите, вот там вот между храмами большими на газоне маленькая чесоемка стоит. Ну, у нас есть храмы. Я вижу, я вижу, вот в этом, да? Да, вот там когда-то древний собор был. Да, потом, смотрите, вот за нами следующее здание, где у отца Лазаря были. Это же трехэтажный сейчас корпус, казначейский. Дальше вот Покровская церковь с колокольней. Она какая была, такая осталась. На колокольне самый тяжелый колоколагуменский весит 6 тонн. Вот 6 тонн был как в 19 веке, так и сейчас. Это лучше он же или... Нет, это новодел. Это новодел. В 19 веке Лавайские подарили колокол 6 тонн. Часы наношные. Они были сделаны в 19 веке мастером-самоучкой. Его называли Святогорским Эдисоном. Часы были с боем и с мелодией. Но куранты, которые сейчас, это у нас тоже не те, их установили в 12 году, когда праздновали 20-летие возрождения Лавры. Вот каждые 15 минут колокольный звон это с часом. Очень красиво звучит. Но если вы тоже обратили внимание, там с разных сторон еще циферблат разными цифрами сделали. Римскими, арабскими, церковнославянскими. Вот если у вас будет досуг, почитайте. Есть у Чехова рассказ, небольшой такой путевой очерк. Он описывал как раз паломничество сюда в монастырь, перекати поле называется. И оно как раз начинается с описанием часов. Я возвращался со всенышной. Часы на Святогорской колокольне в виде предисловия проиграли свою тихую мелодичную музыку. А вслед за этим пробили 12. Да, дальше смотрите, за церковью есть настоятельский корпус. Дальше вот вышли ворота Ходонет. Это братские корпуса. Кирилла Мефудьевская лестница вот с башенками поднимается наверх к скале. Она отстроена сейчас заново. Во время войны она сожжена была. До 41-го она еще рабочая была. Представьте, в ней было 511 ступеней. В башнях внутри была роспись. И башни были предположительно расписаны живописью Ильи Репина. Картины иконочки внутри были в полный рост. Но за верхний храм, я думаю, вам рассказывали. Вот храм преображения над скалой, который разрушили, что он выше Артема был. Да, потому что проект поставил Артема, он оказался выше. Сейчас его там восстанавливают, да? Строют новый? Нет, пока там ничего не строят. Фундамент есть и проект храма в Крыму нашли. В Баранцовском дворце в Запасниках больше 10 лет назад. Так что точно на свободу храм-то в проекте восстановления был. Успенский собор, его строили 9 лет. Высота собора 53 метра, длина 42. Вот как мы заходили в храм и до алтаря. Да, потом дальше, смотрите, за собором, там вот за птичником, это хоздвор, кузне, теплица, столярка, просворение. Проходили там. Да, так что видите, в принципе, территория какая была, такая осталась. Ну, можно, знаете, как сказать, пары тройки корпусов, либо нет, либо они немножко видоизменены. Ну, война и санаторий тоже корректировку свою внесли. Да, еще смотрите, тут же скала у нас побольше немножко на макете, чем сейчас. Вот получается, вот эта восточная часть скалы в начале 20-я ка обрушилась. Вот где была келья, преподобная она затворника. Так что вы заходили, но вы видели, там часть келья осталась. Языки, его написали греки, которые пришли к нам из Крыма и основали Мариуполь. Вот почерк тоже, смотрите, какой. Шикарный почерк. И в ангелом-гарическом языке, да? Да. И как ровно все написано. О, ну так напишем. Это нотная тетрадь, да? Нет. Нет. А что это? Это нотный эрмологион. Ирмасы — это молитвы, которые поются. Нотная партитура. На празднике. Соборник. Это печатная у нас книга. О. Ты еще 766 страниц мне. Ты еще 766 страниц. Кожа оттенанта, да, получается? Там собраны поучения святых отцов. Ну, допустим, там поучения на мясо пустную неделю, на сырную неделю. Ну, как сборник. Сборник поучениям. Рекомендации, да, каких-то вот от священнослужителей, да? Можно сказать и так. Лестовка. Это старобряческие чёточки. Чётки к ужине. Они, когда делаются, в каждую ступенечку пишутся на бумажечке молитвы и вкладываются внутрь. Это там, конечно. Да, там видно, подсвет. Видите, немножко. Да. Там каждое количество ступенечек имеет свой смысл символический. Ну, допустим, 7 передвижек, 7 тайн церковных, 9, 9 чиновангельских. Треугольник – символ троицы. Четыре треугольника – это 4 вангелиста. А эта обшивка, она символизирует его ангельское учение. А это книги у нас типографии. Кива-Печерская лавры, Почаевская лавры. Вот какой раньше приданная невеста была. Жития святых. Ехли машины квартиры готовили. Это же богатая невеста была. Нет, конечно, помимо сказки придала, там сундука с подушками и одеялом, ещё книги были. Да, а треугольник, смотрите, на монгольском языке, отпечатан нашими славянскими буквами, Дурхандур-Монгалоид. Что такое треугольник? Теугольник, а это, допустим, батюшку зовут нужному там на крещение пойти. И там перечень молитв. Ну, по требованию, скажем так, для венчания, для погребения, для крещения. Иконы на ракушках. Ух ты. Это 19-е годы с этой земли привезено. Первый раз. Повижу. Это сферу соревнулись? Да. Это 19-й век. Это резьба на самой ракушке, ручная работа и там... А так сохранение сделано. Ну, это, наверное, как будто не сделано. Ну, сейчас-то ладно, да, там всякие инструменты, всякие. А тогда как? Она так крепкая. Тогда же, вот смотрите, у него рисунок. Такое, как будто отлито просто. Мазарев-то сделано. Ну, это сейчас бутылочки сделано. Да, да. А бутылочки, смотрите, резное распятие. Вот как кораблики собирают. Это 19-й в Троице-Серьево-Лавре собиралось. И сохранилось до сих пор. Вот это цивилизация. А пузыречки, смотрите, как любят для святого масла. Да, с изображением святых, чем маслечка там. А закрывались тоже вот такая же пробка, как вот тут, да? Вероятно, они у нас без пробок все. Ну, конечно, закрывались чем-то. Это медное литье. Как вы знаете, это было дешево, удобно в переносе, но довольно-таки прочный материал. Если можно было целый камаста с собой взять. Да, вы смотрите, наши гороскопители вам за них рассказывали. Александр Михайлович, Татьяна Борисовна Потемкина. Вот благодаря им открылся монастырь в 19-м веке. Так представьте, они пожертвовали от своего имения монастырю. Вот если нашими мерками, это где-то около 400 гитцар земли и 70 тысяч рублей. Ну, представьте, на тот момент килограммы состоят 2 копейки. Но они эту денежку сразу не выплатили. Они выплачивали ежегодно по 7 тысяч. Ну, это до тех пор, пока Татьяна Борисовна была жива. Когда она умерла, управляющие начали ужимать. А когда умирает Александр Михайлович, они вообще прекращали эту выплату. Потому как этот пунктик не был внесен в завещание. Ну, то есть оно осталось... Кому осталось, получается, Татьяна? А так потом к племяннику Александра Михайловича имение перешло. Ну, а в тот момент уже, в принципе, монастырь был закрыт. На той стороне там, где имение, там дачи у нас были. Ну, типа санаторий вот такого. Так представьте, это еще помимо тех денежек, которые они вкладывали отдельно в постройки. Вот, допустим, храм Преображения, который вот разрушили, что он выше Артема был. Он был построен на денежке Татьяны Борисовны и графинландских. А на Успенский собор чистыми деньгами тогда ушло 100 тысяч рублей. Ну, это миллионы больше денег. Представьте, две копейки килограмм мяса и 100 тысяч рублей. Вот такие цены, а так не любят. Да, а тут у нас, знаете, Кузнецовский фарфор, что сидел на Москве. Когда-то Кузнецов открывался у фарфоровых заводи в рядышком Славянске. А далеко от чего этот завод? А тут 30 километров, да? Ну, как длилось. А вот, значит, и нет. Это до сих пор до Славянска ценится изделие на руках. А вот это орден Святоса? Самый сербского. Он был первым архиепископом Сербии. И этим орденом награждали за заслуги как перед государством, так и перед зеркалью. 1844-я литография. Видите, какой был монастырь, когда братья пришла к нам сюда из Глинской пустыни. Скала была порядком побольше, чем сейчас. Никольская церковь, Дрень-Успенский собор, надрадная колокольня. И вот там с левой стороны с флажком дом Потемкина. Вот это дом Потемкина, да? Да, да. Уже был мостик небольшой, да? Уже столько людей. А ярмарки были успели завязывать. И река повыше была, да? Ой, река у нас была. Притом не так давно, в 60-е годы, шириной здесь 100-110 метров. И то говорили, что речка мелеет. Да, ну а что касается дома Потемкиных, то его после национализации в 17-м году, от него практически ничего не осталось. В общем, там все, что не разрушила время и война, наши местные села Татьяновка по кирпичку растянули. Притом там снесли до фундамента все, до земли. Да, а это была ика написана в мастерской своей. Иконочки написаны здесь. Так что, если бы приехали в 19-м веке, вам бы такие иконы дали в подарок. Их давали благословение паломника. То есть, к каждому подарок кто-то приезжал? Может, не обязательно там к каждому. Ну, такие иконочки, да, давали благословение. Фотография визита императора Александра Второго сюда семейства. Они были дружны с Потемкиными. Татьяна Борисовна была ближайшей подругой императрицы Марии Александровны. Была крестные императорские дети, в частности, Александра Третьего. Ну, кстати, вот, смотрите, подтверждение, какая речка была. Вверху на горе. Ну, это вы были вот в келье Иоанна Затворника. А вот эта вот литография с его изображением была сделана с его единственного прижизненного портрета. Но портрет батюшки, вереги, которые он носил на себе, облачение, это в 22-м после закрытия мамастыря пропало. Но сверху на мощах, вот вы завтра пойдете в Успенский собор, посмотрите, там лежит медный крест. Это еще тот крест, которым мама благословила его монастырь. Он всю жизнь хранил материнское благословение. Вот это имущество нашли в Черкасской области на месте сгоревшего храма клада. Это все из серебра. Так смотрите, у нас тут одно кадило 1541 года. В 1541 году. Еще дуяно-грозное. А как она уже выполнена? Это же действительно, видите, ручная работа. Ручная работа полностью. Тут уже на все 101%. Ну, конечно, пошла. Вот такой был вид красивый, дома Потемкиных на монастырь. И вид, в принципе, остался. Нет, он же, правда, не такой, как был. Но пейзаж красивый. Вот, кстати, когда-то, вот когда императрица была здесь, в доме Потемкиных, с визитом, она, когда увидела наши пейзажи, она воскликнула, это моя Швейцария. Поэтому нас и называют иногда Донецкая Швейцария. Да, похоже. Да, ну, кстати, тоже посмотрите, какая святынька у нас есть. Реза Яна Хронштадтская. Но только Филон, подрезник современный. Но нас батюшки не было. Ну, то есть, вы знаете, в Славске, вот Славкурорт, вы же слышали, там соленые озера. Там есть храм. Молочка дважды проездом там летом Гео служил. Но портрет был еще написан при жизни. Больше, сколько же ему лет тому портрету? Ну, вот, считайте, вот, начало 20 века. Да, тут больше всего отпечатка пальцев. Смотрите, вот они, две копеечки, за которые можно было купить килограмм мяса или курицу, или три десятка яиц, или два леденца на палочке. Ну, вот это вот. Да, вот. Две копеечки. Вот, две копеечки. Время царства Николая I. А это царский червонец. Вот она, золотая десятирублевка. Чего их-то червонцами называли? Там девятисотая проба золота. Вес монетки 8,6 грамма. Чистого золота 7,74. Вот таких десятирублевок, как у нас, было выпущено 27 миллионов 600 тысяч экземпляров. Но самая дорогая считается 1906 года. Их только 10 штук было. Ну, и цена у коллекционеров варьируется там от 100 до 200 тысяч долларов. Ого. Ну, представьте, там 10 экземпляров. Ну, это же 5 рублей, когда корова стоила. Угу. Вот корова стоила 5 рублей, а женское платье стоило 75. А корова платье 75? Да, но платьица такой мог позволить купить своей жене или дочке либо губернатор, либо депутат. У одного зарплата было 300 рублей, у другого – 1000. Женщина получала 3-5 рублей в месяц, мужчина – 10. Это от начала 20 века. Вот одна есть, 500 рублей, да? Да, пятисотка. А это ж катеньки, вот они, сотни. Можно было взять эту гатю, отнести в банк и поменять на золото. Все подтверждалось золотым запасом. А там прямо на ней написано, с другой стороны. Да. Здравствуйте. Да, вот там перевертыш. А вот передай. Это вот такую купюру у нас. Да? Славя купил такую купюру. Угу. А взяли сотню, принеси давай 80 грамм. Все. А сейчас взяли один фантик, поменяли на второй фантик. Ну, и на второй фантик, да. А это переходной период. Смотрите, тут у нас и гривны, и карбонцы, керенки. Это, вон, свадьба в Малиновке. 5 тысяч рублей, 10 тысяч рублей. Даже копейки бумажные там есть, 50 копеек. 50 копеек. Видите? Бери, я себе еще нарисую. А тут все равно у нас и полное утвари облачения. Тут у нас 18-19, начало 20 века. Вот, смотрите, по уголочкам стоят дарохранительницы. Они сделаны в виде храмов, в них хранят святые дары на престоле. А вот маленький копчежец открыт рядышко, там, видите, маленькая чаша и маленькая ложечка для причастия. Да-да-да. Вот с такими дароносицами батюшки ходят причащать больных по дому. По сегодняшний день, да? Да, да, там сумочка такая специальная, вот эта даро вкладывается. Кресты священнические тоже, видите, ничего не меняется. Какие кресты священники носили, ну, скажем так, 300 лет тому назад, такие носят до сих пор. Я, если честно, думаю, что просто такие большие и с такими большими цепями для красоты. Оказывается, это было и раньше. Да, ну, смотрите, наши священники начали кресты носить все, вот по их облачению, всего лишь вот с конца 19 века. Вот такой крест, серебряный, восьмиконечный, он был учрежден по случаю коронации Николая II. Там на оборотной стороне даже и запись. Дата коронации на церковном славянском и обращение к священнику. Что он должен быть, ну, скажем так, нашими словами, примером. Давать пример образа, примером жизни, свои слова. А вот такие 1797 при Павле I давали в качестве наград отдельным священникам. Они наградными так и остались. Но еще там, допустим, описывалась Елизавета Петровна, она своему духовнику дарила крест украшениями. Но это были единичные случаи. Ну, а вот с камушками, вот как у нас крест, давали священнику, который выезжал за границу с кабинета императора. Их кабинетными так и называли. Но такие кресты давали право входить к императору без предварительного доклада. Ну, это был период, ну, первого четверо 19 века уже. Так вот, когда тут был Александр II, он дарит настоятелю вот такой крест. Ну, это был царский подарок. Крест был золотой, про шаммазы, золотом и золотом и золотом. Бачка права войти без доклада ни разу не воспользовалась. Ну, кстати, золоте серебря. Смотрите, это все вышивка настоящим золотом и серебром. Да? Слово канители Это ничем, да, только золотом? Точнее, это тоненькая проволочка. Слово канители знаете. Вот когда кто-то долго надеет. Так вот, эта проволочка называется канитель. Дословно переводится как металлическая нить. Берется золото, расплавляется до жидкого состояния, а потом действительно очень долго и печально тянется оттуда вот эта проволочка. В общем, вы не поверите, из одного грамма золота можно вытянуть от двух с половиной до трех километров. Километров? Километров? Да, даже загуглитесь, посмотрите, я тоже удивилась не один раз. Да, километров. Ну, вышивка тоже это, ну, скажем, небыстрое дело. Допустим, у вас щеница 2 на метр 60, ее вышивают 5 человек 3 месяца. Ящеря вареное пасхальное освещенное яйцо уже 11 лет как в музее открылся. Не пропадает, Яйца, которые красят на чистый четверг и освещают, они не портятся. Друзья, мы побывали на экскурсии в музее Лавры. У нас был экскурсовод Елена, вот, это прекрасный экскурсовод. Мы находимся под большим впечатлением как от самой Елены, так и от самого музея. Очень много нового узнали, очень много полезного узнали, поэтому, если вы будете в Лавре, то обязательно заходите. Цена билета смешная, 16 гривен для взрослых и 8 гривен для детей. Это обязательно друзья к посещению и увидите, что вы узнаете очень много нового. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до встречи в следующих видео. Пока!